В обиду себя не дадут, но и противников в боях уважают. Так с уверенностью можно сказать о всех участниках соревнований по такому виду спорта, как Кабудо. Зал спорткомплекса АК принимал бойцов со всей Владимирской области. Все они вышли на татами для того, чтобы показать себя в дисциплинах ката, групповой ката, тайха-дзюцу и других традиционных для Кабудо. Сегодня город Муром в очередной раз стал площадкой для проведения чемпионата Владимирской области по восточным боевым единоборствам Кабудо. Нам очень приятно, что в очередной раз мы имеем возможность провести данное соревнование. Поэтому сегодня съехалась практически вся Владимирская область. Те, кто занимается данным видом спорта, начиная с маленького возраста и кончая спортсменами, которые выступают и отстают в честь Владимирской области на вышестоящих соревнованиях. В возрастной категории от 14 до 16 лет наш город представлял Артем Чичкин. За 7 лет занятий Кабудо он достиг серьезных результатов. Три раза я побеждал на чемпионате России и много чемпионатов Владимирской области, международные соревнования. Везде я брал золотые и серебряные медали. В ходе тренировок Артем понял, что для победы боец Кабудо должен обладать разными качествами. Гибкость и многогранность характера помогла ему в освоении этого вида единоборств. Ты должен быть быстрым, четким, но в то же время сильным. Здесь мелочей нет. Учитывается все. От формы одежды до владения оружием и даже владения самой ситуацией на татами. За каждый бросок или удар присваивается очко. Ипон это называется. Количество икон, например, с нынчатами нужно набрать 6 ипонов, а при рукопашном бою чистых нужно набрать 3 ипона. По оценкам главного судьи соревнований, муромские спортсмены ничуть не отстают от остальных участников. Среди них уже есть и мастера единоборств. У нас в этом году выполнил студент. Брокин и Варваров, а потом дедактор. Норматив мастера спорта. Несколько еще кандидатов. Они занимают достаточно серьезные позиции, в том числе и всероссийские в масштабе. К слову, Артем Чичкин вновь взял первое место. Да и в целом муромские бойцы Кабудо показали высокие результаты. Пример хороший для всех. А еще это новый толчок в развитии спорта в Муроме. В желании древнего города идти в ногу со временем, стремясь привлечь молодежь к здоровому образу жизни. Екатерина Задовская, Александр Барсуков. Новости 24. Муром. Новости 24. Муром.